РОССИЙСКИЙ РАДИОУНИВЕРСИТЕТ Мы сегодня говорим об истории украинского нацизма, о том, как так получается, что с нами, с нашими родными людьми вдруг происходит такая болезнь, что страна, которая наша, мы вместе победили нацизм, победили фашистов. И вдруг ходят зигующие какие-то подростки, потом они матереют, потом они становятся уже не щенками, а волкодавами, и они вдруг начинают проявлять какую-то невероятную жестокость. Мы все в истории, мы читали все воспоминания и романы наших советских, наших российских писателей, которые рассказывали про страшные погромы, в том числе на Украине, когда там что творили петлюровцы, что они творили в еврейских местечках. Это понятно, для нас это что-то такое историческое, это на страницах романов. Но я прекрасно помню, когда мне рассказали события, произошедшие в том городе, где я родился, городке, и это местечко, где когда-то еще до революции на 1300 дворов было 200 дворов русских и польских, и порядка 1000 дворов еврейских. Пришли немцы, встретили их с хлебом солью, бывшие активисты, как сейчас бы сказали. А потом немцы взяли и одним прекрасным днем поставили, собрали последних не убежавших 300 душ евреев и покосили их из пулеметов на краю панского сада. И мне рассказывали старые люди, что вот эти полицаи, которые с немцами пришли, пришли из Винницы, так скажем, из родового гнезда Петра Алексеевича Порошенко. Они были невероятной жестокостью. Об этом нельзя в советское время было рассказывать. Точно так же, как сейчас, получилось так, что украинцы, современная Украина, которая 8 лет живет после Майдана, когда буквально с поводка спустили этих нацистов, они ведь тоже не знают, им не рассказывают об вот этих действиях современных нацистов. Как мы сейчас выяснили с уважаемыми историками, специально выращенными волкодавами для защиты экономически награбленного имущества. Ну вот есть имущество, надо охранять. Есть черн, есть быдло, есть хлоп на всех языках, да? И его можно травить вот такими искусственно выращенными собаками, такими, которые когда-то были фанатами футбольных клубов, какими-то еще малообразованными. Вот такой молодежи, которая, вы знаете, это же сердце болит, потому что любая тетушка, любая мамочка скажет, это же наши хлопцы, это же наши ребята. А потом эти ребята в свастиках от пяток до макушки приходят на Донбасс, полыты вату в Одессе, ризоты сепарив, и вроде бы это же те же дети. Они ходят по улицам, где все улицы, ну вот они, здесь шли наши войска, гнали немцев, здесь вот на кладбищах стоят памятники павшим, а эти зигуют и едут ризоты сепара. У нас очень такой сегодня исторический момент, и мне хотелось бы поговорить, продолжить эту беседу с нашим добрым другом, с историком, кандидатом исторических наук, доцентом Московского педагогического государственного университета Алексеем Павловичем Синеловым. Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте. Алексей Павлович, Украина, она родная, Украина, она болит, Украина в сердце. Вот скажите, пожалуйста, что происходит исторически, что в современной постсоветской, так скажем, Украине посреди вроде бы пути в европейскую цивилизацию вдруг появляются нацисты, на которых те же самые цивилизованные Запад не обращают внимания. И все общество их не видит. Мамочки, тетушки, как я сказал, вот этих наших хлопцев не видят, не бачат. Как по-вашему исторически, что это за такой феномен? Ой, ну Украина очень разная только, она всегда была очень разной исторически. И видите ли, когда в ноябре 1764 года императрица Екатерина II своим указом окончательно устранила гетманское управление, она очень метко заметила, чтобы они перестали глядеть, как волки к лесу. Екатерина, конечно, не знала всех деталей, но очень была меткая в своей характеристике. Потому что со второй половины 17 века верхушка, она странным образом, с одной стороны, она всегда получала очень щедрые подношения от московской власти. То же самое, кстати, было и вот в 90-е годы, и в нулевые годы. Украинские олигархи, они откуда стали олигархами-то? На нашем сырье. И вместе с этим, когда произошло воссоединение Левобережной Украины с Россией по условиям Переславской Рады в 1654 году, ведь Украина получила грандиозную автономию, которую она никогда раньше не имела в составе Речи Посполитой. Украине оставили своего выборного Гетмана, да, под протекторатом России, но своего выборного. Москва никогда не вмешивалась в управление, ни в центральное, ни уж тем более в местное. Оставили Гетману и бюджет, и деньги, и налоги. Реестр казачий был расширен до 60 тысяч бойцов. Такого не было никогда при Речи Посполитой. На территорию, которая контролировалась Гетманами, посыпались потоки денег, подарков и по линии царского двора Государева, и по линии церкви. Вот это, кстати, мало кто знает, как наша русская православная церковь оказывала помощь и поддержку украинской. И что потом? Ну, умер в 1657 году Богдан Хмельницкий, и все последующие, Выговский, Дорошенко, Юрий Хмельницкий, они все стали Москву предавать. Как только звучали какие-то более заманчивые предложения, ну тогда это от Османской империи, тут же предавали. Но здесь нужно иметь в виду, что предавала верхушка, это никакого отношения не имеет к украинскому народу. Потому что, если вспомнить сюжеты Северной войны, если вспомнить сюжет с предательством Мазепы, то украинцы, рядовые, простые украинцы, да, кстати говоря, и казачьи круги, они не поддержали Мазепу. Они отказались поддерживать его. Поэтому, когда мы говорим об этом, здесь необходимо понимать, здесь не нужно все сваливать в одну кучу. Вот эта болезнь, это болезнь именно властной верхушки. И если вспомнить историю национализма, как он возникал, как он формировался, как закладывались его идейные фундаменты. Ведь я напомню, он формировался вообще не на территории Российской империи. Потому что это была Галиция, 1830-е годы. Тогда Галиция, это территория Австро-Венгерской империи. И, разумеется, что все антироссийские силы, но если в 17 веке это была Османская империя, то теперь это Австро-Венгерская там и все прочие. Они всегда подпитывали, всегда гладили по головке, всегда много что обещали, всегда поддерживали. И поэтому, когда говорят, что это изобретение украинского народа, я, например, в это не верю. Я в это не верю, потому что здесь очевидно, вот когда в 1929 году возникла организация украинских националистов, обратите внимание, Гитлер еще к власти не пришел, а они уже курировались немецкими спецслужбами. И где они потом взращиваются? Они взращиваются в немецких разведшколах, они напрямую финансируются, напрямую работают их средства пропаганды. И поэтому вот эта вот двоякость, которая характерна, типична, вот мы ее и сегодня тоже наблюдаем. И поэтому, когда сегодня вот спорят подчас, дискутируют, здесь нужно иметь в виду, что это действительно, это борьба не против украинского народа. Это борьба вот с этой фашистской, абсолютно фашистской в своей основе, нацистской. Это на самом деле враги Украины. И вот это нужно, конечно, понимать. Алексей Павлович, получается, что то, что мы говорили с вашими уважаемыми коллегами, что нацисты, они, получается, слуги двух господ. Он одновременно служит своим олигархам в разное время. Неважно, он является гайдуком при Гетмане, которому плетью или шашкой по саблей по спине какого-то холопа ударить. А здесь, пожалуйста, у нас есть нацбаты, карбаты, которые заходят. И от лица олигархов подавляет сопротивление тоже достаточно понятно ограбляемого населения. Но, с другой стороны, они в любой момент могут быть использованы и в борьбе внешних сил против, например, столь конкурирующей с ними России. Так получается? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ведь, вы понимаете, идеологи всего этого национализма украинского, Грушевский и другие, ведь они изначально, не случайно создавали у них главный... Зеркально показать, что исторически, традиционно Украина – это демократическая республика, а Россия – это изначально страна самодержавная, страна холопов и так далее, и так далее, и так далее. И, разумеется, те антироссийские, русофобские силы на Западе, они готовы были этому хлопать, потому что использовали как жупел против нашей страны, как бы она ни называлась. Это было уже и в Российской империи, кстати сказать. Это было и в Советском Союзе, начиная там, да, после Хрущевского периода. Это мы видели в 90-е годы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы сами, наверное, украинцы поняли, что власть нынешней Российской Федерации и люди России, они не против украинского народа. Что речь идет о том, что на протяжении этих десятилетий, то, что там происходит, ну, это же очевидные вещи, ну, как можно пропустить одесские события? Ну, людей сжигают живьем. Ну, это что? Вот это вот европейские ваши демократические ценности? Значит, вопрос стоит, каких людей сживают, чьих людей сжигают, какого народа? Или какого? Что это? Вера, правда, язык? Ведь и получается, если русских сжигают, то получается, что и можно, да? И незаметим и глаза закроем. Здесь я бы только не стал все это ограничивать национальностью. Я имею в виду русских, нас всех, нашего большого народа, вот нас всех, россиян. Верно. Это удар по идеям, да? То есть все те, кто не разделяют наших бандитских, всех вот этих вот националистических, нацистских идей, вот они все изначально враги. Вот о чем идет здесь, вот о чем здесь идет речь. И поэтому, ну, любой здравомыслящий человек, он, невзирая на все отношения к нынешней нашей власти, к правительству, он должен прекрасно понимать, что нужно спасать наших людей на Донбассе. Нужно спасать все-таки здравые идеи. И поэтому это, ну, это важный очень момент, это, безусловно, исторический момент. Когда вы об этом говорите, все-таки, когда мы говорили о слугах двух господ, ведь посмотрите, поляки, которые аплодировали украинским националистам, а я напомню нашим уважаемым зрителям и слушателям, что украинство, это вообще было вначале вообще не этническое, это было политическое самоопределение во времена еще, когда вот как раз организовывались концлагеря вроде Толергофа, да, то фактически получается, ну, когда националисты украинские попытались качать права, так скажем, на Западной Украине, вот тут последовала пацификация, причем самая жестокая, где поляки начали фактически этих же самых украинских националистов с их мечтой о каком-то самоопределении, то есть, получается, их начали подавлять, получается, против русских, России, Российской империи, Советского Союза можно, а против нас нельзя. Так вот об этом-то и речи идет, да, сколько ни корми, все в лес глядят, возвращаясь вот к малировке императрицы Екатерины Второй. Ну, настоящие-то украинцы уже в 17 веке поняли, что они для польской шляхты, они сами как быдло. Ну, почитайте, вспомните сюжеты, связанные с Богданом Хмельницким, настоящим подлинным героем украинского народа. Несмотря там на все вещи, которые можно встретить, тем не менее, этот выбор, который был сделан украинским народом, это абсолютно осознанно, это выражение воли украинского народа. Это же не просто так. Вот. И в самой Москве, кстати, я напомню, что там ведь далеко не сразу сделали выбор поддержать, потому что ситуация тоже была очень непростая. Все прекрасно понимали, что это означает войну с Польшей, которая и начнется. Но, тем не менее, пошли на этот шаг. И поэтому вот то, что мы сегодня наблюдаем, это крайне необходимо. Крайне необходимо, потому что что бы там и кто бы нам там что ни говорил, это очевидно, это зло, которое приближается все ближе и ближе, ближе к сердцу нашей страны. Но на это закрываются глаза, потому что на это зло. Потому что, ну что такое, ну базы, ну еще что-то. Но ведь смотрите, если взять ту же Западную Украину, которую у нас обычно, как в советское время, выносили их, так скажем, внутреннюю гражданскую войну на Западной Украине, выносили за скобки, и она, по сути дела, для нас со всем своим бандеровской вот этой идеологией, она оказалась такой внезапной, когда нам ее применили по нам, по нашему народу, то если посмотреть церкви на Западной Украине, они все обиты жестью. Вот обратите внимание, если поедете на Западную, когда-нибудь поедете, уважаемые зрители и радиослушатели, да и люди, которые нас на Украине слушают, они обиты, как говорят местные, бляхой, жестью. Ведь не просто так. Церкви деревянные обиты жестью, чтобы проезжавший поляк не бросил факел, не поджег православную церковь. Понимаете? Это не просто украшение, это защита от огня, чтобы не спалили. И поэтому, как поляки приводят в чувства русских людей, мы прекрасно помним. И если зайти в тот же исторический музей в Коломые и посмотреть макеты сожженных когда-то русских церквей на Западной Украине, там мальчик был такой аутист, который сделал макеты этих церквей, и там, где иконостас, повторил те надписи, которые в те времена, 18-19 век. Дорогие радиослушатели, все на чистом русском языке. Это с приветом украинизаторам, которые нам потом предъявили древность, тысячелетнюю, как они сейчас там, мэр Киева, боксер называют, что Киевской Руси тысяча лет, выдавая термин совершенно недавней историографии за вот такое течение. И получается, что у нас вот это, то, что вы говорите, это необходимо. Это что? Это в нас самих, это в нашем народе. Мы от этого застрахованы, Алексей Павлович. Фу, ну здесь вы как-то очень глубоко, потому что переносите сразу во внутрь политические всякие вещи. Но это же такие же люди, которые вот сейчас у нас целыми кафедрами гуманитарными люди берут и говорят, нам стыдно за то, что делает Россия. Но это значит недостаток образования, значит, говорит о том, что сегодня в нынешних условиях неправильно выстроена система ни образования, ни воспитания, что существуют очень серьезные противоречия, связанные с отсутствием и непонятием идеологии, которые, собственно говоря, у нас нет. Но это вещи другие, понимаете? Это вещи другие. Мы с вами не владеем всей информацией. Но ведь когда Зеленский в Мюнхене говорит, что мы бомбу сейчас сделаем, ну, вы понимаете, это же не просто какие-то вот для нас пустые звуки. Речь идет об экзистенциональной опасности. И поэтому здесь нельзя уже на это реагировать. Не реагировать, да. Ну, конечно, нельзя. Понятно, что во многом сами допустили такую ситуацию. Это тоже правда. Сами во многом загнали себя в такую ситуацию. Но, тем не менее, это надо разрубать, потому что зло приближается. И зло, ну, нельзя его терпеть. Со злом нужно бороться. Иначе мы так не успеем проснуться, а добра уже нет. Поэтому здесь, ну, и в конце концов, так вот, если спуститься с этих всех высоких, да, там, слов и всяких прочих вещей. Ну, а людям на Донбассе 8 лет по подвалам. Почему? Кто им еще поможет? А получается, что мы заканчиваем какую-то невидимую, почему-то, гражданскую войну с трагедиями, пыточными камерами, с концлагерями для людей, которых даже ополченцами не называют. Но их все время называют какими-то собачьими кличками. Сепары, вата, еще что-то. То есть, но общество украинское почему-то это не замечало. И я вот до сих пор, для меня это большая тяжелая мысль о нас, о нас самих, о нас, наших соседях. Почему мы так это не замечаем? Я хотел бы... Простите, я даже не спавлю. Поймите, и у нас тоже общество очень больно. Ведь у нас тоже, зачем нам эти бездельники, тунеядцы и так далее, так далее, так далее. Но это же вот до какого надо состояния дойти? Мы с прекрасными лицами, мы образованные, мы интеллигентные, мы хотим в Европу, да? Да, вот это тоже, вы понимаете, есть. Но мне кажется, что это должно стать началом нового какого-то этапа. Я все-таки верю в то, что это будет здравой, что все-таки более позитивной. Ну, конечно, не без трудностей, учитывая все эти внешнеполитические сейчас, которые начнутся и так далее, и так далее. Ну, это уже вопрос к нам всем на нашу прочность. Я благодарю вас, Алексей Павлович. И вы знаете, уважаемые зрители, уважаемые радиослушатели, когда мы... Алексей Павлович, и еще я хотел бы вот все-таки вас спросить. А скажите, пожалуйста, когда мы говорим, вот все-таки мы вас, историков, зовем для того, чтобы... Я понимаю, что историю нельзя повторить, но историю мы все равно ищем исторические и одновременно. Нельзя так делать, но мы ищем аналогии, как будто нас история научит. И ищем какие-то, ну, все-таки ключи, решения. Возможно, там наши предки, наши люди умели как-то решить эту ситуацию. По-вашему, есть ли у нас вот у ныне живущих решения, подходы, которые уже были использованы нашими предками, которые нам эту страну завещали? Ну, в целом, можно какие-то, конечно, параллели, но только здесь необходимо все-таки конкретно исторически говорить. Мы с вами живем в начале 21 века и руководствоваться какими-то там универсальными формулами, схемами, там, начала 18 века, ну, это не грубо, это очень-очень наивно. Мы живем в другое время, но, опять же, качество любой власти определяется же не наличием проблем, качество любой власти определяется желанием, способностью эти проблемы решать. И поэтому здесь, конечно, очень многое будет зависеть от именно власти. В каком? Что касается нас, общества, то здесь нам необходимо, несмотря на все прочие вещи, все-таки научиться отделять зерна от плевел. И еще раз повторяю, понять вот тех людей на Донбассе, которые 8 лет сидели по подвалам, а были не людьми. Вот давайте вот на их сторону встанем, без всяких вот этих каких-то глубоких, философских там и прочих-прочих разных вещей. Мне кажется, это будет правильно. А вот это и есть самый важный вопрос, как мы, умеем ли мы вставать на сторону тех, кто угнетаем, кого подавляет, кого заставляет забыть родной язык, кого говорят, да, что такое, чемодан, вокзал, я не знаю, России или еще куда-то. Но сваливайте. Если послушать опросы жителей, например, которые сейчас ведутся на Украине, то вполне такое распространенное мнение, а что они? Пусть уезжают с этой земли. Но ведь фактически в истории же были такие случаи, когда людей с земли сгоняли. Да еще как. Зачем людей сгоняют с земли? Почему? Это же граждане с таким же паспортом, они в подни те же садики, школы, университеты ходили. Почему людей не замечают их страдания и сгоняют с земли? Почему обыватели могут поддерживать такой государственный нацизм? Или что это? Потому что сегодня общество очень сильно изменилось. Сегодня общество, оно превратилось, оно очень сильно атомизировано. Серьезным образом сбиты представления, искорежены, исковерканы об общем благе, об общих необходимых каком-то, об общих ценностях. И это общая беда, понимаете, нашего времени в рамках вот этого потребительского западного образа жизни. И отсюда вот эти многие вещи, помощь, солидарность, помощь другому, подставить плечо, они очень сильно деформированы. И отсюда мы и встречаем вот такие вот неадекватные оценки, иногда даже до Скотского какого-то, собственно, да. Главное, чтобы мне было хорошо и чтобы рядом магазин работал. Все, мне больше ничего не надо, диван у меня есть. Алексей Павлович, ну вы, простите, вы, извините, но вы говорите, общее дело, общее там государство, но люди, которые делают такие заявления, они в прекрасных одеждах, они входят в кофейни в том же Львове. Они прекрасно чувствуют себя просвещенными европейскими интеллигентами. И они говорят, а что там их слушать, тех, кто на Донбассе? Они пусть освобождают эту землю. Так что же это получается, что внешне пропагандистский, единая, унитарная, как нам ее представляет Украина, это что, она на уровне людей может быть раздроблена, как лоскутное одеяло? Ну это значит власть такая, вот и все. Значит она в том, что называется политикой, никак не отражает воли и нужды населения. Вот и все, масса населения. То есть выгодно разделять людей, да? Не объединять, а разделять? Разумеется, конечно, играть на этих противоречиях и так далее, это везде и вся, в разных формах, в разных комбинациях это встречается. Вот. Но это вовсе не означает, что на уровне, собственно, обычных отношений между людьми должны четко установиться какие-то живодерские абсолютно отношения к друг другу. Во многом, кстати говоря, это делается и специально. Вот, это очень важно. Ну конечно, поэтому здесь здравомыслящие люди должны это понимать, потому что на протяжении, ну, уже нескольких десятилетий нас же учат, да, что главное это я, что мне другой, зачем мне там что-то ради другого. Это вот общая такая зараза, которая приводит к этому, приводит ко всем этим циничным вещам, что они там по подвалам, пусть их внуки еще по подвалам сидят, какое мне до этого дело, да, зачем я это поддерживать, зачем я это буду. Вот это вот то, что мы сегодня наблюдаем. Но опять же, если для нас что-то означают все-таки еще традиции там наших дедов, прадедов, наши вообще ценности, в данном случае даже я имею в виду не конкретно русские с точки зрения национальности, да, а шире, потому что мы многонациональный народ, вот, и русский тот, кто служит стране, кто служит России, вот. То, значит, тогда за эти ценности нужно бороться, их нужно защищать всеми возможными способами. А если мы их защищать не будем, значит, мы перестанем быть тем, за что, собственно говоря, наши предки сражались, умирали и так далее, и так далее, и так далее. А вот и получилось на Украине, что там два пантеона героев. Кто-то, как было сказано, ну ладно, будут у нас герои Великой Отечественной войны, и героями у нас будут те, кто этих героев резал и отстреливал в бандеровском подполе. Будет у нас, например, на Западе эталонный украинский язык, который, по сути дела, жители, я прекрасно помню, как жители Киева и центральной Киевщины и других областей не стали понимать украинских дикторш, которые массово стали на такой очень специфической, с примесью западенской говирке, вот на этой мове говорить и объявлять какие-то новости. Люди говорят, я их не понимаю, но это насаждалось, и ни с кем никто не советовался. Получается, власть, которая сейчас на Украине захватила вот контроль над этой огромной процветающей страной, над этим работящим населением, она заинтересована вот между людьми проводить вот такие искусственные, какие-то раздражающие, подавляющие и ограничивающие свободу действия. В языке, в имуществе, главное, стравить, разделяя и властвуй. Так получается? Абсолютно верно. Причем, смотрите, здесь в чем еще особенность. Конечно, вот это двоение, да, левобережное, правобережное, это было. Уже в 1660-е годы, кстати, там был период, когда гетманство делилось. Было левобережное гетманство с прицелом на Москву, и было правобережное гетманство с прицелом на Речь Посполитую. Между ними там тоже шла конкуренция, в конечном итоге победил Самойлович Гетман Промосковский. То есть это, в общем-то, всегда в жизни Украины было. То или иной, там, динамика могла отличаться. Сегодня, в данном случае, конечно, политический режим определяют именно вот эти западные идеологии и со всеми прочими всякими вещами. Причем, даже если экономически посмотреть, то это тоже, в общем-то, скажет любой экономист, что Восток наиболее промышленный, наиболее работоспособный, он, по сути дела, живет значительно хуже, чем живет Запад, который, в общем-то, в большей степени сельскохозяйственный, аграрный. То есть это тоже факт абсолютно очевидный. И вот этот вот внутренний раскол, вот он тоже во многом и понятно, и в основе идеологии всех этих нацистских, ясно, все те же самые Галиции, Львовы и все вот эти вот русофобские абсолютно вещи, они вновь выдвигаются на знамена, там, кто не скачет, тот понятно кто, и прочие, прочие, все вот эти вещи. Это зараза, это зараза, и с этим, конечно, невозможно было больше мириться. Вот и все. Алексей Павлович, я благодарю вас за ваш комментарий.